Здравствуйте! Я хочу поблагодарить вас за то, что вы приехали сюда, проводите беседу. Желаю вам победить ванную сакару с ним. Мы и его, мы их все ближе, противно. Спасибо большое. После почти часового общения с детьми я не помощи уделил время и журналистам. Их интересовала не только спортивная карьера шахматиста, но и более масштабная спортивная проблема. Как обойти индийских спортсменов в рейтинге и вновь забрать право считаться сильнейшей шахматной державой? Сейчас немножко другой мир, все там ускорилось. Там больше, может быть, смотрим в сторону других видов спорта, которые более медийные, более высокооплачиваемые в известной степени. Мне кажется, это очень важно. До тех пор, мне кажется, пока это будет восприниматься скорее как дополнительные занятия с репетитором, по английскому, например, языку, еще по каким-то предметам, а не как вид спорта, где можно прогрессировать и добиваться успехов, это не то, чтобы у вас будет и ныне там. Конечно, игра будет популярнее, постепенно будем прирастать. Но это, мне кажется, отчасти немножко даже тормозит. То есть это повышает популярность игры, которая, по идее, должна в итоге повысить популярность вида спорта. Но, мне кажется, с шахматами какая-то особая история, что вот это все-таки как настольный гаг, завивающая игра. Все это исподвигло запустить пилотный проект для поиска юных шахматистов из российской глубинки. Работа направлена не только на совершенствование шахматных навыков. С ребятами ежедневно будут заниматься тренер по физподготовке, психолог и специалисты по программированию. Для того, чтобы это будет не только чисто шахматы, но и полноценное развитие детей, мы планируем в 2025 году эти школы еще проводить и на базе Алтайского края и вашей федерации привозить сюда и другие регионы и развивать тему и концепцию детей в сельской местности через шахматы и проводить межрегиональные школы. Подобная работа продлится 10 дней, а после ребята смогут дистанционно заниматься со своими наставниками. Кто знает, может быть, среди этих детей тоже есть будущий топовый шахматист. Дмитрий Дроздов, Алексей Фризин. День с толком.